Доброе утро всем, кто встречает новую неделю с Первым Этищенским. В студии Алина Саваш и это утро я проведу вместе с вами. Доброе утро. Моя коллега расскажет все тонкости этой работы. Ольга Леонова держит в руках ножницы и кисточки уже 23 года. Это ее стаж в профессиональной деятельности. В одном из этищенских салонов работает 19 лет. За это время стала настоящим гуру своего дела и выросла до статуса топ-мастер. С детства я хотела быть парикмахером. В детском саду стригла спящих детей. Такое было. Потом эта мечта как-то отодвинулась на другой план. Родители настояли, чтобы я стала товароведом. Да, но с течением обстоятельств, волей судьбы я оказалась в Москве и пошла учиться именно по своей мечте. Стала парикмахером. Ольга родилась в украинском Ивано-Франковске. Вышла замуж и решила все-таки последовать за своей детской мечтой. Отучилась на парикмахера. Сейчас у нее буквально толпы клиентов. Героини нашего сюжета считают, что самое главное для парикмахера – это постоянно учиться. Учиться у лучших мастеров с мировым именем. Нас учат европейцы, а на чемпионатах мира побеждают россияне почему-то. Все-таки мы более петантичны, скурпулезны в своей работе. Ну и более, наверное, творчество, может, более талантливое. Несмотря на профессиональный праздник, продолжает работать и сегодня. Главное – не упустить моменты. В парикмахерском деле важно все, в том числе и тенденции. В тенденциях очень важна естественность, но в то же время, не нужно забывать о ярких красках, подчеркивать свою индивидуальность. Модные и короткие стрижки, и красивые длинные волосы. Главное, чтобы это было все ухоженно. Найти своего мастера-парикмахера – непростая задача. Елена уже семь лет ходит к одному мастеру. Профессиональный уход за волосами – залог красоты любой девушки. В первую очередь руки, во-вторых, конечно, человеческие качества, потому что когда мастер, когда в принципе человек, у всех людей бывает дурное настроение, все, но это может сказаться на работе, у Ольги такого нет. Всегда с улыбкой, всегда приветливаясь. В Мытищах работают 255 салонов. В пандемийный год многим предприятиям пришлось непросто. 26 парикмахерских приостановили свою деятельность. Несмотря на это, сектор потихоньку возвращается в свое русло, восстанавливая силы. Хватает возможности и для реализации социальных проектов. Самой востребованной профессией по версии Всероссийского научно-исследовательского института труда стали продавцы. Реклама мотивирует нас покупать все больше и больше. Каждый день открываются новые магазины, а поход в торговый центр стал настоящим семейным развлечением. Поэтому сфера торговли сейчас востребована как никогда. Невозможно представить жизнь без магазинов, торговых центров, зеленых рынков. Говорят, они уже устарели, и скоро мы все будем заказывать в интернет-магазинах. Но в это не верится. Вернее, не хочется верить. Товар надо увидеть, пощупать, оценить, прицениться. Получить ценный совет от специалиста. Вот сейчас мы в гостях в бутике у Марии Фокиной. А она-то как раз мастер своего дела. Я люблю этим заниматься. Мне это нравится. Можно сказать, что это искусство? Конечно. Если ты с человеком не будешь разговаривать, если ты его будешь нехорошо встречать и плохо провожать, он больше к тебе не вернется. Его нужно встретить, заворожить, расположить к себе. В магазине женской одежды не может быть одинаковых вещей. Все они должны отвечать индивидуальности женщины. А особенно шляпки. Они первое, на что обращаешь внимание. Ее можно одеть розочкой вперед. Хоп. Знаете, какая штука интересная. Какой здесь гламурный цвет. Какая она модная. Какая она стильная. Но шляпа – это индивидуальная вещь. Мария уверена, что без правильного совета женщине не просто выразить себя. И всегда идет ей навстречу. Вот эта шляпка, я держу в руках. Это подарок. Подарок, конечно. Вот к этому платью. Вот к этому платью. Конечно, торговля – это живое дело. Не заменит его интернет. Всегда будет необходимо прямое общение. В этом залог успеха и высокой профессиональной оценки. Даже если вы выбираете фрукты и ягоды к столу, вам тоже хочется о них побольше узнать. Откуда? Чем они славятся? Ведь выбор-то велик. Особенно здесь, на Экобазаре. Вот такие обильные прилавки, как в фильме «Кубанские казаки» – это была долгое время только мечта. А вот сегодня, здесь, на Экобазаре, вы можете найти практически все, что пожелаете. Вот, например, эти узбекские дыни. Как же они пахнут! Опытный покупатель знает, где можно выбрать самую сочную ягоду – царицу летнего прилавка. Сейчас самый сезон, тем более в основном все сейчас российских регионов – Ставропольский, Краснодарский край, Крым. Сейчас, конечно, всего это много. У нас ничего это не пропадает и зимой. Единственное, так сказать, уже более дальние страны, регионы – это Эквадор, Перу – оттуда поставляют. Главная особенность рынка – продукция должна быть свежей и чистой. Малейшее превышение норм и товар не допускается в торговый зал. А репутации здесь дорожат, как и доверием покупателя. На рынок приходит человек, который любит продукт увидеть и не только глазами пощупать, руками попробовать, который в нем разбирается, который видит продавца своего компаньона, партнера, который может ему что-то подсказать, посоветовать. 3-5 тонн плодовочной продукции раскупается ежедневно и более 6 тонн мясомолочной. Вот зачем сюда приходит покупатель. За качеством. Мне нравится вкусное, свежее, настоящее. Во-первых, качество продукции мне всегда очень нравится. Я знаю, что все проверено, я знакома с лабораторией, я знаю, что они все продукты проверяют всегда тщательно и вкус. Конечно, не все так просто в сфере торговли. Всегда есть свои проблемы. Но когда они решаются, приходит результат, приходит удовлетворение от проделанной работы. Любая девушка хочет, чтобы каждый день ее окружали цветы. Наши героини поступили просто. Выбрали профессию флориста. Искусство украшения цветами знакомо нам еще с античных времен. И пройдя сквозь века, оно не утратило своего приятного смысла. Сегодня ни одна свадьба, ни одно торжественное мероприятие не обходится без кропотливого труда флориста. Вероника Ильинская флорист с 20-летним стажем. Сегодня она успешная бизнес-леди. В этой профессии, признается Вероника, она с самого детства. Работа ее родителей была связана с лесом и растениями. Именно тогда она полюбила удивительный мир природы. Для меня отношение к растениям, к цветам, оно всегда было особенным. Поэтому, когда я выбирала некую свою профессию, то любовь к цветам стала основным показателем, почему я выбрала именно флористику. Потому что это именно и цветы, и дизайн, и искусство, все это объединяет наши профессии. И до сих пор в этом развиваюсь и безумно благодарна своему выбору тогда, 20 лет назад. Сейчас Вероника готовится к участию в городском конкурсе профессионального мастерства. Немного волнуется. Такое испытание у нее впервые. Моя основная задача – это показать красоту цветка. Не свое искусство, не свой опыт, а просто вот эту вот красоту цветка. Тем более, это весна, весенний цветок, он самый трогательный, самый изысканный. Астранция, хилиборус, ранункулюс – эти слова похожи на заклинания из фильмов про Гарри Поттера. Но это всего лишь цветы. Благодаря селекционерам в наш мир приходят новые или усовершенствованные сорта. Например, вот это пионовидная роза, нежная, с более пышным бутоном. А это роза прауд – любимый цветок еще одной участницы конкурса флористов Татьяны Гончаровой. Я в конкурсе участвую первый раз, очень сильно волнуюсь, переживаю. Как получится, мне не получится. Букет я уже придумала, но пока еще не пробовала. Ну вот сейчас, чуть попозже буду пробовать уже. У Татьяны уже сформировалась группа поддержки. Ее близкие и родные люди верят в то, что она сможет показать свои способности и удивить судей. Она прекрасный специалист, прекрасный флорист, просто душевный человек. Поэтому у нее все так прекрасно получается. Она каждого чувствует, каждому пытается какой-то нестандартные букеты, нестандартное какое-то решение. Вот все индивидуальный подход у нее. Она умница, просто молодец, золотой человек. Конкурс флористов под названием «Цветы, весна, пробуждение природы» будет проходить в два этапа. Участницам предстоит из одинаковых цветов сделать оригинальную композицию. Это результат, к которому и стремимся и мы, и, конечно, все участники конкурса, о том, чтобы заявить о себе, о том, чтобы показать, что у нас в городском округе Матищи много предприятий, которые работают в цветочном бизнесе, которые нам доставляют радость, но о которых мы не знаем. Мы хотим, чтобы это было проявлено, чтобы наши покупатели с удовольствием понимали, что, может быть, самый-самый эконом-букет самой низкого цены будет очень изящным, очень красивым и принесет большую радость тому, кому хотим мы подарить. А для тех, кто пребывает в постоянном поиске чего-то нового и совершенного, отлично подойдут научные профессии. Ученые стремятся к знаниям, к более глубокому познанию мира и возможности раскрытия своих исследований обществу. Жизнь ученого, наука и ничего лишнего. Поэтому профессия подходит далеко не каждому. Мой коллега расскажет, чем занимаются исследователи окружающей среды. Глеб Масальцев погрузился в науку еще в школе. Химия и биология дали знания об основах жизни. Но даже сейчас, работая в Центре гигиены имени Эрисмана, молодой ученый ищет ответы на многие вопросы. Провожу исследования разных синобиотиков. В данном момент это в основном действие вещества пестицидов и также еще пестицидные препараты. Но этим все не заканчивается. Мы также следуем и бытовую химию здесь, и другие химические вещества. Именно с целью понять, оценить их опасность. И дальше при дальнейшей регистрации, при выходе на рынок как раз, чтобы именно обезопасить пользователя конечного и население, вот их возможного негативного воздействия. Здесь, в лабораториях, могут тестировать даже воздух. Над этим ученые трудятся в рамках национальной программы. При этом реализуют целый ряд других направлений. Начиная от гены детей и подростков, и заканчивая коммунальник. Гигиены – это как раз вопросы экологии. В данный момент большое количество грантов доступно. И можно и Российский научный фонд, и гранты президента Российской Федерации. Если действительно есть доступные какие-то условия, то все могут претендовать на них. Одно из реализованных грантовых направлений позволило увеличить штат сотрудников. А это открывает большие перспективы, говорит ученый. Некоторым научным сотрудникам нет и 30, но они уже занимаются важными на федеральном уровне исследованиями. Ими стараются делиться с российскими и зарубежными коллегами. Публикуют статьи в научных сборниках. Это неотъемлемая часть работы ученых. Никогда не в тягости, это всегда интересно, особенно когда ты постигаешь что-то новое, открываешь что-то новое, и какие-то новые горизонты, новые тематики развиваешь. Наука на страже здравоохранения и безопасности – то, без чего жизнь людей немыслима. А значит, работа ученых здесь всегда будет востребована. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова